Скандал, связанный с российским вмешательством в дела Чехии, продолжает удивлять все больше. Трудно поверить в историю о том, что один российский дипломат сдал другого, причем не собственным спецслужбам, а спецслужбам страны НАТО, Чехии. Ксения Кириллова, сотрудница американских аналитических центров, находит все больше несостыковок в этой официальной версии, которой придерживаются центральные чешские власти и с которой соглашаются, по сути дела, российские власти. Является ли происходящее результатом согласования позиций между Москвой и Прагой? Обсуждаем сегодня на канале Ньюс Эйдер с нашей собеседницей. Ты говоришь, что тебе удалось обнаружить какие-то факты, которые доказывают, что невозможна вот эта версия, которую нам, так сказать, официально предлагают чешские и российские, как я понимаю, власть по поводу вот этого инцидента с Рецином. Ну, смотрите, конечно, невозможно обнаружить, например, факты, что Рецин был, да, потому что вот этого господина Кончакова, который предположительно, да, по информации СМИ был рециноносец, вот, его никто не досматривал, ссылаясь на дипломатическое иммунение. Поэтому я не могу сказать, был или нет Рецин. Здесь действительно никто, даже, я думаю, чешские спецслужбы точно сказать не могут. Но, что я могу сказать, что в версии, во-первых, существует множество нестыковок, а во-вторых, существует информация о том, что информация о наличии Рецина исходила из разных источников, а вовсе не сводилась к чешскому анонимному доносу. Вот здесь важно почувствовать эту разницу, да, наличие Рецина не было проверено, но информация явно шла из других источников. Ну, давайте подробно всё посмотрим. Значит, что у нас чешская сторона уверяет? Что они решили выслать вот господина Андрея Кончакова, который, собственно, исполняющий обязанности руководителя, да, представительства Россотрудничества и Российского дома науки и культуры, вот, и сотрудника Россотрудничества, вот, Игоря Рыбакова. При этом, по версии, значит, чехов, да, один из них написал донос на другого, ну, поскольку их всего два, вот, обвиняемый был Кончаков, получается, что написал Рыбаков. Собственно, чешские СМИ тоже этой версии придерживаются. Но, соответственно, и самая пикантная в биографии этих двух дипломатов, скажем так, что про Кончакова чешские СМИ уже писали, что он действующий сотрудник ФСБ по дипломатическим иммунитетам. Про Рыбакова такого не писали, но если бы просто про объёмовую биографию, самый публичный момент его в жизни, может быть, единственный публичный, когда он баллотировался в мэр Омска. И там российские СМИ прямо написали, что он выпускник Академии ФСБ и что он служил в ФСБ, в общем, там несколько лет. Вот, только, как минимум, бывший сотрудник этой организации. Бывают ли бывшие, если они работают в Россотрудничестве, это большой вопрос. Ну, то есть, вот такая вот битва чекистов. И по версии чешского премьера Андрея Бабиша, Рыбаков ничего лучше придумать не мог, как написать донос в чешскую контрразведку, ложный донос о том, что Кончаков привёз Рецин. Соответственно, выслали обоих. Ну, давайте посмотрим на ситуацию просто по пунктам. Почему эта версия вызывает гораздо больше вопросов, чем ответы? Ну, во-первых, позиция чешских властей здесь нелогична. Начнём с этого, да? Потому что они сами утверждают, что один доносчик, а второй жертва. То есть, как минимум, один из двух должен быть невиновен. Или Рецина не была виновен Рыбаков, либо Рецин был и тогда виновен Кончаков. Почему высылают обоих, совершенно непонятно, да? Во-вторых, что касается информации о наличии Рецина, она не сводилась к какому-то чешской анонимке. Например, вот вопреки расхожей версии, имя Андрея Кончакова первыми опубликовали не чешские СМИ, а британский расследовательский центр Досье. В своём телеграм-канале 10 мая. Очень интересно, как британцы описали эту ситуацию. Давайте вот посмотрим. Это русскоязычный канал. Да, это один из проектов Михаила Борисовича Ходорковского. Они отличаются очень высоким качеством расследований. И вот смотрите, как следует из базы пограничного контроля, пишут они, единственным россиянином с дипломатическим статусом, который вылетел в этот день из Москвы в чешскую столицу, был Андрей Викторович Кончаков, ну и так далее. В общем, смысл в чём? Мы не знаем, опять же, был там источник в Москве, какой-то источник явно в Москве с допуском к базам пограничного контроля. Опять же, кто источник, мы, конечно, не знаем, но никаких ссылок на чешские СМИ здесь нет. То есть информация исходит от британцев со ссылкой на Москву. Ну, хорошо, я приоткрою сейчас уже, наверное, можно, за весу тайны, что, в общем, британские расследователи не скрывали ещё до публикации имени, вообще до всяких публикаций, что они знают эту историю и знают о ней больше, чем чешские спецслужбы. То есть, как минимум, источник – это не чешская анонимка. Источник был, достаточно серьёзный источник. И опять же, я говорю, мы не можем доказать, был ли Рецин, но мы можем доказать, что был источник. И этот источник явно не анонимный донос в BIC. Третье. Реакция чешских спецслужб тоже не соответствует версии об анонимном доносе. Ну, смотрите. Жертвам оперативно предоставляется охрана. И они сами, все муниципальные чиновники, все трое, которые были жертвами, говорят, как серьёзно они восприняли угрозу. То есть, источник заслуживал доверия явно в глазах чешских спецслужб. То есть, это не похоже на простую анонимку. С анонимными источниками работают не так. Конечно, можно сказать, что сюда наложились агрессивные заявления российского МИДа, угрозы от интернет-троллей в адрес чешских политиков, шлейф предыдущих убийств, дело Скрипаля и многое другое. Но, тем не менее, даже если мы скажем, что да, серьёзность была вызвана общим информационным фоном, то всё равно непонятно, почему шведская контрразведка допустила утечку информации о Рицине в СМИ, если единственным источником был анонимный донос. Ну, то есть, анонимный донос как минимум надо проверять, потому что, ну, когда идёт информация со ссылкой на спецслужбы непроверенной информации, это будет позор для спецслужб. Они же тоже не дураки. Ну, то есть, зачем им это делать, да? Варианта здесь только два. То есть, либо они были уверены в том, что информация правдивая, что источник явно не анонимное сообщение, источник очень серьёзный, возможно, и с другой стороны, либо второй вариант, не они допустили утечку, и тогда опять же значит, что источник не чешская контрразведка, источник где-то находится в другом месте информации. То есть, иначе бы вот такого эффекта просто не могло бы быть. Не вписывается в это, кстати, если мы говорим о поведении чешских спецслужб и высылка господина Рыбакова. То есть, если последний действительно имеет отношение к ФСБ, вот представьте, он выходит на контакт с контрразведкой страны НАТО. Даже если, если Рецин был, но это вообще он их информатор. Ну, то есть, кто так поступает со своим информатором, да? Если даже Рецина не было, но это крючок. Людей вербуют после этого. То есть, если человек позволяет себе такое, это значит, что человек позволит себе всё. Ну, как правило, да? В этом оно тут же. Много разных вариантов, да? Не обязательно сразу вербовать, там, можно попросить о какой-то услуге взамен, да? Или ещё что-то. Ну, это кладезь для спецслужб. Такой компромат на человека, да? Там в России, если бы это было правдой, в России бы ему грозило 20 лет за госизмену за такое. Там домохозяек сейчас садят за госизмену. Ну, то есть, это нереально. Они бы никогда так не... То есть, тем, что они предали этот скандал о глазке, эту историю, они предали о глазке, они никогда... Они просто теряют этот крючок. Всё, шантажировать человека нечем. Чтоб его не ждало в Москве, ну, шантажировать нечем. Так спецслужбы не работают. Вот. Ну, и дальше, как, в общем-то, уже многие очень говорили, что сам Рыбаков, он действительно ФСБшник. Это... Если про Кончакова это могут быть домыслы, то про Рыбакова это, ну, как бы, открытая информация. Он бы не стал рисковать подобным образом из-за, там, ссоры с коллегой. Ну, говорили, у них конфликт за пост директора вот этого рассотрудничества. Ну, там, Кончаков там явно моложе, да, Рыбаков явно старше. Вот. Ну, вот давайте посмотрим на одну интересную очень статью, да, о Рыбакове и Кончакове, значит, РИА Новости. То есть мы ссылаемся вообще на официальную российскую, можно сказать, пропаганду, да. Вот. Говорят, что высланные из Праги, значит, новость просто на РИА Новости, высланные из Праги работники вернулись, значит, в Москву, и вот что они смогут дальше работать в Россотрудничестве. Вот. При этом, значит, представители Россотрудничества говорят, что Кончаков точно будет, да, а Рыбаков, ну, вот он как бы не в моем подчинении, говорит официальный представитель Россотрудничества, и на его счет, как бы там другое есть начальство, да, смысл такой. Вот. То есть, так я понимаю, что даже их начальство подчеркивает, что у них вообще функционал был разный, подчиненность разная. То есть, вообще, насколько Кончаков был руководителем Рыбакова, это тоже большой вопрос, и даже если был какой-то там межредомственный конфликт, внутриведомственный, неважно какой, да, вот. По второму человеку, вот, говорит, значит, замглавы Россотрудничества, мы говорим, я, говорит, не имею информации, он не из моего блока. Я думаю, что, ну, речь идет о людях, видимо, профессионалах своего дела. Я представить не могу, чтобы вот там вот была вот такая грызня на уровне детского сада, да, что человек не понимал последствий своих действий. Здесь я абсолютно, кстати, согласна с Андреем Корочкиным, вот, предыдущим им давал интервью, он совершенно верно сказал, это не может быть. Вот, он сказал просто, это невозможно, я здесь могу только подтвердить. Плюс это накладывается на невозможность поведения чешских властей, чешских спецслужб, на британскую информацию, на много чего другое. В общем, в этой истории невозможно все. Вот она прекрасна тем, что в ней невозможно абсолютно все. Ну, и в довершении всего, да, я просто начала с объективных аргументов, мы пришли к субъективному, да, в конце. Ну, в общем, поведение самого Рыбакова тоже выглядеть совершенно в этой ситуации невозможно. Ну, вот так. Ну, Ксения, если допустить, что действительно это невозможно, тогда какая цель была вот этой вот, так сказать, всей вот этой вот драмы, спектакля? Ну, я здесь могу согласиться с мнением, опять же, вот Андрея Курочкина, вот, я просто даже процитирую его, да, я выписала из прошлого интервью, что скандал был очень серьезным, и складывается впечатление, что его пытаются замазать, сводя всего лишь, к ссоре, там, как поссорились Игорь Михайлович, там, с Андреем Кончаковым, да, то есть на самом деле ситуация гораздо серьезнее, потому что иначе бы она не привела к такому уровню напряженности, да, потому что действительно был долгий ток, и такое решение в итоге. Ну, а давайте посмотрим действительно на ситуацию логически, да, предположим, существует информация о рецене, да, пришедшая откуда-то из серьезного источника, настолько серьезного, что чехи позволили себе утечку. Дальше ситуация какая? Чехам надо принимать какие-то серьезные шаги в связи с этим, потому что, ну, нельзя не принять никаких шагов, не предпринять никаких шагов. Но ситуация патовая. Во-первых, у чешских властей очень тесные связи с Россией, действительно, тесные финансовые связи, об этом уже многие говорили, то есть действительно президента Земля называют самым пророссийским, а президентом Европы он открыт, а лоббируют российскую позицию по ряде вопросов. И понятно, что... Я прошу прощения, хочу только спросить, а что ты думаешь про Бабиша? Он не пророссийский? По Бабиша разные сведения. Я говорила с теми, кто живет в Чехии, то есть, например, Андрей Морозов говорит о том, что он больше про германский, да, вот тот же Андрей Курочкин говорит, что, в общем, они в русле, да, они пророссийские. Я думаю, смотрите, в коррупционных скандалах имя Бабиша я не видела, но в данном случае, если решение было принято на уровне глав государств, Бабиш все равно ничего не мог сделать, кроме как согласиться. Плюс, второй человек, который был на этой пресс-конференции, да, если мы уже говорим об отношениях с Россией, да, то второй человек, это же вот министр иностранных дел, который к чешскому МИДу очень тоже много вопросов, потому что там ведь контакты с Россией не только на уровне земли, но в связи с чешским МИДом было много коррупционных скандалов. Помните, там, когда сдавали в аренду последние буквально так называемые русские дома в Чехии, вот, то есть это недвижимость, которая находилась в аренде у русских дипломатов, у российского, значит, вот, агентства, да, по управлению, там, госсобственностью, они его просто подпольно, без договоров сдавали, там, совершенно посторонним людям, и чехи были как-то в доле, чехи это поощряли, более того, потом у российских дипломатов аренда кончилась, но, тем не менее, этот бизнес все равно продолжался, Россия просто сдавала чешскую собственность, там, кого-то туда селила, да, а до этого, за несколько лет до этого, была точно такая же история с чешским домом уже в Москве, ну, то есть там тоже какие-то свои странные отношения были, вот, а про президента Земана просто вот издание Горрона публиковало расследование еще в начале мая, начиная там от нулевых годов, все финансовые связи, которые там вообще были, вот, и, кстати, это было очень трогательное отношение, то есть, вот, например, Сденок Сбыток, это бизнесмен, который является близким другом вот того же Земана, и поддерживал его на выборах, в том числе финансово, он сразу же, когда появилась себе Кончакова в СМИ, он положительно отзывался о нем, назвал его отличным мальчиком, ну, а просто он сам много лет занимает офис вот в том же комплексе зданий, где находится вот этот самый российский центр науки и культуры, то есть, понимаете, у людей дружба, люди ссорятся, не хотят, там, там дружба и любовь, и вообще отношения, да, вот, то есть, инструкция, надо совершать шаги, надо совершать шаги, и уже тот факт, что Кончакова не досмотрели, хотя информацию восприняли серьезно, показывает, что Чехи не очень хотели совершать эти шаги, плюс Россия действует бескомпромиссно, то есть, очень интересную фразу обронил Бабиш, он сказал, мы пытались решить по дипломатическим каналам, что это может значить, они, видимо, хотели спустить на тормоза, но Москва пошла на принцип, что нет, ребята, сказали, а, говорите, б, вы выпустили утечку, что мы вас хотим отравить, либо вы это доказываете, либо вы признаете, что этого не было, вот, то есть, у нас же, то есть, МИД на сделку не пошел, доказать они не могут, физически, потому что они не проверили, да, уже ничего не докажешь, Москва не идет на уступки, а ссориться они не хотят, что им остается делать, ситуация для них совершенно патовая, вот, поэтому в результате они решают, единственная возможность здесь, да, сказать, что, и выслать им надо, потому что общественность требует высылки, вот в чем дело, тут же еще чешские СМИ подняли шум, почему он до сих пор не выслан, чешские, собственно, там тоже ряд британских, почему, вот, как бы, товарищ дипломат все еще, тем более, что, если, как бы уже, честно говорить, в конвенции о дипломатических сношениях, не надо доказывать, что Рецин был, проще говоря, там не надо указывать причину высылки, высылать и все, и общественность требует высылки, доказать Рецин они не могут, Демон ссориться не хочет, ситуация патывает, совершенно жуткая, народ требует, чтобы Кончакова там не было, Кончаков там есть, вот, ну, то есть, вот, вот, совершенно какая-то сложилась сюрреалистическая ситуация для них, для всех, вот, не зря говорят, ну, коррупцию убивают, то есть, вот, коррупционные связи. Ксения, вот такой вопрос, скажи, пожалуйста, как ты полагаешь, была ли договоренность прямая с российскими властями, потому что, ведь если чешские власти говорят, что была ссора между этими двумя, а российская сторона, в общем-то, этого не опровергают, то мы имеем дело с прямым согласованием. Вот, вот, Андрей Курочкин прямо говорит, что был торг, да, то есть, он считает, что в конце было согласование, то есть, что согласовано, вот, ну, вот сделали этого несчастного, как его фамилия Рыбаков, да, козлом отпущения, то есть, потому что, вот, вот, что как бы и выслать нужно, и Россия виновата, но вот традиционных все-таки не было, да, вот, ну, то есть, человекам действительно, чечехам надо выкрутиться, было и ситуации, да, сохранив лицо, потому что, ну, когда у тебя с одной стороны коррупция, с другой стороны жизнь собственных граждан, выйти из этой дилеммы, я соглашусь, действительно, очень сложно, потому что или шашечки, или ехать, то есть, смешивать два этих ремесла трудновато, коррупция, она как бы действительно убивает. Еще один момент важный, который почему-то вот как-то выпал, были какие-то, скажем так, еще российские спецслужбники, которые потом разъехались по Европе, после того, как они зашли в Прагу. Было такое или нет? На самом деле, в Праге всегда, всегда была информация о том, что их очень много российских спецслужб, и, кстати, еще один камень преткновения чешской общественности и Земана, потому что журналисты, это вот, особенно такого либерального толка, требовали уже давно, чтобы сократили просто штат, да, этих людей, а Земан наоборот критиковал их позицию, говорил, что все, в общем-то, нормально, да, и, в общем, что никакой укрозы там нет. А сбыток вот вообще в интервью говорит про Кончукова, ну, даже если он докладывает там о своих контактах дома, ну, что человек делает плохого, действительно, вот, да, как мне рассказывали, когда выносили документы из Рады во времена, нет, во времена Инуковича выносили, во времена Ющенко, делали аккуратнее, сбрасывали из окон, и там их поднимали, и когда человек из окна выкинул не туда, то кто-то из соседнего окна за него заступился, и говорит, помогите, поднимите, как бы, хлопец, да, продавал, державный справа за кордоном, не докинут, и с кем такое не было, ну, то есть, вот, ну, вот с кем такое не бывает, действительно, ну, то есть, нет, смех и грех, конечно, ситуация, ну, вот, из человека сделали, видимо, действительно, козла отпущения, ну, вот, издержки профессии, опять же, да, вот, профессию выбрал, вот, то и получилось, вот, но, тем не менее, вопрос ведь не в этом, вопрос ведь не в том, там, я думаю, что российские, что, скорее сделали козла отпущения публично, если российские власти знают, что они виноваты, я думаю, это их младенцу очевидно, да, вряд ли там будет какое-то наказание, сказать, это публичная порка, мы знаем, Башарев и Петров тоже, тоже дали интервью, ну, вроде, ничего плохого с ним потом не случилось, выступили и выступили, да, то есть, ну, публичная вот какая-то порка была, типа, я вот, там, может, действительно конфликтовал, да, и вот, по результатам конфликта решили вот так сделать, вот, я думаю, что публичная порка, это все ограничится, потому что, ну, очевидно, да, что информация пришла не оттуда, что информация серьезная. Ну, на данный момент даже и публичной порки, если честно, не видно, и не видно, чтобы вообще готовились к ней, мне кажется, замнут историю и все. Ну, рано, рано, как бы, рано, потому что, как прилетели, да, ну, нет, я имею в виду публичная порка, вот, то, что уже случилось, вот, то есть, то, что его ославили, вот, в таком виде, да, там, на весь мир, вот, это публичная порка, точно так же, Баширова и Петрова тоже в эфире не пороли с ними, Маргарита Симоньян вполне приятно поговорила, да, да, вот, публичная порка, это вот сам факт, что человека ославили и очень серьезно, в очень негативном свете, да, я думаю, что на этом, на них, скорее всего, граничатся, потому что, ну, это вот некий слепной бачок, да, вот, для этого конфликта, ну, да, погрозят кого-то, вышлют, я здесь с Андреем, кстати, абсолютно, Корочкиным тоже согласна, что, что, в конце концов, большого скандала не будет, что это ход для того, чтобы красиво слить конфликт, вот, они выбрали человека, вот, если, если все, как мы думаем, если это все действительно так, ну, значит, значит, ничего с человеком случиться не должно, но, в общем и целом, как бы, информация, это объективно показывает, что. Для меня это означает следующее, что это индикатор того, насколько, на самом деле, российские спецслужбы и вообще российская сторона, в целом внедрена глубоко в чешское политическое сообщество. Абсолютно верно. Вот почему я хотела просто немножко добавить, да, к тому, что сказал Андрей, почему такая сделка, почему такой ток, ну, потому что, смотрите, МИД, сбыток, сам Зема, да, и многие-многие другие должностные лица, то есть, это на разных-разных уровнях, действительно идут и настолько тесные связи, что люди готовы вот совершенно какие-то дикие комбинации разыгрывать в сговоре с Москвой, чтобы вот идти на такие уступки, то есть сначала вы говорите, что Рецин был, потом говорите, что Рецина не было лицо, сохранили практически все, кроме вот этого господина Рыбакова, да, которого, видимо, не предполагалось, чтобы он его сохранял. Ну, то есть, вопрос не в этом, вопрос гораздо сложнее, что вопрос у нас до сих пор остается, что если поступает такая информация, надо воспринимать серьезно, то есть, потому что огромный соблазн так с облегчением вздохнуть и сказать, а, ничего не было, да, они не способны на это, это всего лишь с Оротом, Иван Ивановичем с Иваном Никифоровичем, ну, нет. А второй момент, который я всегда говорила, что коррупция чрезмерная, зависимость от иностранных государств, там, да, отдельных европейских стран, приводит к большим проблемам, которые потом им очень трудно решать, и от которых страдают невинные люди. Ну, и третий, наверное, момент, опять же, да, что Россия не ценит как-то особо своих сотрудников, да, потому что, ну, то есть, там, видимо, считается, что публичный позор, это еще-то легко одеждано, делался, вот, что, что, что варианты могут быть гораздо хуже. Ну, давайте посмотрим. Вот. Будем надеяться, что дальше публичного позора они не зайдут. Ну, и последний вопрос все-таки, а вот как ты оцениваешь поведение той стороны, которая проявляла последовательность и принципиальность? Вот, мы говорим не только, конечно, о тех чиновниках, которые приняли на себя вот эту ответственность за решение, да, по площади Немцова и по памятнику Конева, которые снесли. Вообще, на самом деле, как бы я общалась с чешскими журналистами достаточно тесно во время всей этой истории, то есть и с Анжеем Кундрой, и с Якубом Яндой, да, или Джанда, разные варианты прочтения, да, в русском, в английском языках. Но факт тот, что я вот с ними, с двумя главными вот этими именно чешскими активистами, да, не говоря уж о нашей, кстати, очень хорошо себя повела, российская миграция в Чехии, тоже не могу не сказать, да, в центрах Бориса Немцова, все очень-очень поддержали просто вот чешского мэра, я вижу, что действительно народно любим, то есть поддержали не просто потому, что они русские диссиденты, потому что действительно любят, вот, и градоначальника, и староста кругов, действительно любят люди, и вот в Чехии есть гражданское общество, сильное, ведь смотрите, ведь земон бы все спустил на тормозах, почему, и смотрите, и почему спецслужбы допустили утечку, все-таки, да, если это чешские спецслужбы, ее допустили, то есть это значит, что вопреки его даже позиции там земона, люди проявляют гражданскую позицию, люди не хотят это спускать, даже спецслужбы, даже тайком, мне там журналисты некоторые говорили, что идут разборки, кто допустил утечку, что ее, в общем, даже там на высшем-то уровне не санкционировали, то есть идет вот некий саботаж, даже на уровне спецслужб идет саботаж действий земона, да, мне чем-то это напоминает немножечко историю в Белом доме, где постоянно были утечки про Трампа, да, про самые какие-то его выходки, да, да, то есть, и кстати, помните, статья была в Нью-Йорк Таймс, да, где человек там, из окружения Трампа писал, что, да, I'm part of resistance inside Trump administration, да, то есть, вот такое же идет саботирование и сопротивление, буквально на всех уровнях, включая ближайшее окружение, вот у меня создалось точно такое же впечатление, что в Чехии вот было такое, что, то есть, они понимали, что наверху не будет дан этому ход, и они пытались, как бы, гражданское общество поднять, чтобы это не спустили на тормозах, и журналисты, и вот спецслужбы, то есть, как-то самим защищать свою страну, да, если этого никто другой не делает, и вот в результате вот, вот эта ситуация возникла, что даже, даже Земану, да, пришлось, несмотря на то, что, ну, там, бабишу, неважно, кто это озвучил, да, но даже вот при том, что они там признали, что лицина не было, да, все равно по факту им пришлось обвинить Россию, не мытьем, так катанием, они не могли не выслать этих дипломатов, они не могли не поддаться давлению гражданского общества, то есть, оказавшись между двух огней, между Россией и собственным гражданским обществом, этим вот давлением, да, которое шло, ну, в общем, и в мире тоже, да, не забудем, что я говорю, и другие, в настоящее время журналисты публиковали, находятся в США, более того, журналисты настоящего времени, чешские журналисты в эфире настоящего времени сказали, что тоже получили эту информацию из разных, не связанных между собой источников, да, британцы запустили это дело, то есть, настолько, настолько пошла волна, что доказывает, во-первых, серьезность источника информации, это не делается из-за анонимного, ни одна уважающая себя спецслужба не будет рисковать таким позором, а вдруг не подтвердится, да, из-за доноса источника, который, ну, они не знают, кто это, да, то есть, понятно, что шло, шло все эти два месяца, шло противостояние между гражданским обществом и чешской верхушкой, да, ну, и в конце концов, пошли на компромисс, и Россия, вот, которая тоже давила там на земля, она и на всех, но вот, в результате, получился такой очень-очень странный сценарий, ну, то есть, что такое компромисс, мы же знаем все по письму, я не знаю, из деревни Простоквашина, да, вот он в конце, то лапы ломит, то хвост отваливается, вот примерно такую историю они вместе составили, видимо, ну, примерно то и получилось. Это были Ксения Кириллова и я, Александр Кушнарь. Подписывайтесь на Ньюсейдер, ставьте лайки и оставляйте комментарии, а также можете поддержать нас через платформы, которые указаны в описании к этому видео. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя.